Аминь. Иди и все весяны, и очистены от всяких свердых, и спаси блажену. Господи Иисусе Христе, Боже наш, великий Бог и Спаситель, и послал своих учеников и сказал, идите, научите все народы, крестите и опять учите нас. Господи, мы хотим научиться от Тебя, как соблюдать заповеди Твои, как ходить чистыми и непорочными, чтобы наладить свои семьи, воспитать детей и достойно пристать перед Богом. Поэтому благослови наше общение и нашего учителя, миссионера Игнатия. Даруй ему мудрости, и нам, как внимать Слово Божие, понять Твои божественные истины. Да прославится всем имя Твое Святого, Отца и Сына Святого Духа, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Братья и сестры. Я в молодости очень любил путешествовать. Давай поменяемся с тобой. Да. И вот один ведущий человек говорит, Наум говорит, давай вот я еду в Сибирь и со мной поезжай. Да. А вот в Сибири, в Барнауле, я встретился с Игнатием Чехановичем. Да. И мы встретились у него дома. Ну я читал много Библию немножко, и у меня были вопросы. И вот когда, значит, мы начали беседовать, на столе была Библия. И вот здесь Игнатий сказал, говорит, я не от себя буду отвечать, а как что Бог сказал в Священном Писании, разъяснили отцы, то я буду отвечать. Да. И вот я спросил, почему вы, значит, не Богу поклоняетесь, а иконам? Кажется, так было, да? Да. И вот он мне раскрыл учение об иконах, почитая. Учение о Священстве, ну и всем о Благодати Божией. И самое главное, учение о Православной Церкви. Да. И вот сейчас, да, и потом мы с ним, значит, переписывались. Ну и достал вопрос, как кто будет веровать и креститься, спасен будет. Да, да, да. И вот мне звонок, говорит, Наум, я еду в Москву. Ну, и говорит, я тоже приеду. Да, и мы там встретились все, здесь он подготовил, я уже выучил силу веры. Да. И там полным погружением, там это селение Переделкино, мы крестились, и вот он грозный отец, учитель до сегодняшнего дня. Сейчас мы даже сейчас общаемся через интернет. Да. Ну вот сейчас, я думаю, значит, кому какой вопрос Господь положил на сердце? Да. Вот Вы задайте. Ну, Вы это сделаете вступление, как Вы здесь, в Вашей общине, все это расскажете. Я по-русски скажу, я плохо слышу, поэтому, почему, далеко не отходи, будешь перевозчиком по-русски, а здесь по-русски. Это я в Америке был, когда выступал, там, тут корейский, китайский, там, разный. Да, кстати, его пригласил митрополит Виталий, здесь именно в Америке, в зарубежной церкви, глава зарубежной церкви. Второе приглашение было теперешнего митрополита, который был тогда секретарь Синода, Иларион. Я еще добавлю, что они приглашают, оплачивают дорогу разные фонды, но комиссионерскому впервые за 70 лет. Здесь нужно отметить, что там и церковь, и многолетние традиции. Но большая нужда в учителях, миссионерах, которые могли раскрыть православное учение. Поэтому здесь, вот Игнатий, и там послужил, здесь послужил Господу. Вот интересно, они такие богатые, просвещённые. Что они хотели там узнать? Если им так конкретно задать вопрос, у некоторых тревожило любопытство. Они любят узников, за слово Божье, а я сидел несколько раз в тюрьмах за проповедь. Поэтому они хотели услышать. Вот приезжают русские, все они такие. И захотели увидеть такого, как они представляли до революции. Но оказалось, что я хуже тех, которые до этого были, кто им не понравился. Я им ещё больше не понравился, чем предыдущие. Я их разочаровал. Они ждали, что я буду говорить, как они хотят. У меня книга написана, 38 книг. Я никогда, ни разу, ни в одной строчке никому не угождал. Они просто ошиблись. Не всё знали. Я спросил, скажите, вы сохранили здесь православие то, которое было до революции? Точно такое было? Они говорят, да. Тогда я говорю, за счет вы являетесь истинными потомками тех, которые погубили Россию. А они на этих словах не остановились. Послали меня в монастырь. Откуда бы я ни приехал, они спрашивают, там, Сан-Франциско, Сакраменто. Понравилось? Я говорю, не понравилось. Они не знали, как мне угодить, чтобы понравилось. Ну вот, послали меня в Жордавнильский монастырь. Монахи. Я приехал, и сегодня спрашивают, ну как? Я говорю, очень понравилось. Ночные молитвы, радость, пение. Я спросил, вы можете собрать молодежь, чтобы побеседовать с ней? А я ответил, наша молодежь ничем не нуждается. Один из них, как помню, Сарокин, лет под 65, прислушался, и я попросил, соберите молодежь. Мне скоро уже выезжать в Россию. Я хочу видеть вашу молодежь. И вот, 10 часов вечера, 11, 12, старики уже спать хотят. Первый час ночи, второй. Никто не расходится. Молодежь ждут, да? Молодежь ждут, да? Вопросы. А, то есть пришли? Пришли. Мы до двух ночи, и молодежь глаз не сотнула, и старики говорят, а ты что наша молодежь такая, откуда в ней это? Я говорю, что не во мне дело, дело в том, что у нас на столе лежит Святая Библия, а вы ее спрятали от народа, как и в царской России. Мне Бог дал знания Библии, я проповедовал у баптистов, у адвентистов, но не было ни одного дня, и они знали православный, проповедник, у них выступает, вот как здесь отец науча-то рассказывал, у баптиста я выступал в собрании. За основу взял Евангелие от Явна, 12 глава, 48 стих. Иисус говорит, я не сужу вас, слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Для шофера важно знать правила движения в Грузии, у вас здесь, но не в Китае. Если Бог будет судить нас по Слову Своему, значит, я по Нему должен жить, двигаться, дышать, жить и умирать. Молодежь стала рассказывать о Христе. Какие вы все дорогие для Господа, Он умер за каждого из нас. И Он собрал нас сегодня здесь вместе. Ян Златоуст говорит, нужно научиться усваивать. Спаситель мира. А ты скажи, мой Спаситель. Есть картина Иванова «Явление Христа народу» в Тетяковской галереи в Москве. Она написана на 1 глава, 29 стих, Евангелие от Иоанна. Иоанн растирает руку и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ты скажи, вот Агнец Божий, который берет на себя мой грех. Как тебя зовут? Написано «Всякий верующий имеет жизнь вечную». Ты напиши, кто ты, Мария, Анна, Наталья. Напиши, Наталья имеет жизнь вечную. Пиши свое имя туда, где написано «Всякий». «Всякий» это ты. Это означает усваивать, присваивать себе. Тогда в душе загорается живой отклик к любимому, который умер за меня. Он кровь пролил за меня. Искупил на кресте от грехов меня. И он говорит, идите по всему миру. Это означает, он меня называет Игнатий, иди по всему миру. Наталья, иди по всему миру и свидетельствуй другим, сколько знаешь. Вы только не тяготите, что большое вступление делаем. Я рассказываю, как в Америке было. И это сразу же нашло отплик в сердцах молодежи. Вот это мы повторим сейчас. Ваши вопросы. Вы сказали, что креститься надо окружиться. Так креститься надо полных погружений. А если полного погружения не было, и мы окрестились так, и наши дети, что надо делать? Если не было полного погружения, что нам делать? Креститься. Я отвечаю. Шестой Вселенский собор, восемь четвертое правило. Я ответы даю по Библии. В толковании святых отцов, а это триста томов вариантов, которые ими написаны. По семи вселенским, девяти по местным соборам и святым отцам, и плюс по жильям святых. Вот почему мои ответы. Они абсолютно неотразимы. Собирались судьи-епископы, пытались как-то расшатать. Потом говорят, трогать еще нельзя. Здесь все монолитно. Я делаю такое сравнение. Допустим, выдаю зарплату. Зарплату. Мы это время свет погасили. Вам в темноте знакомый голос отсчитывает. Вы берете шуршат бумажки. Домой пришли, включили свет, а там фантики обыкновенные. Денег нету. Вас обманули. Вы берете шуршат бумажки. Вот так и в Слове Божьем. Батюшка совершает ритургию. Должно быть вино. А если вина нет, батюшка скажет, давай на хвасу сделаем. Ничего не будет. Для крещения нужно три условия. Хорошо запомните их по одному пальцу. Первое, научите всему, что написано в Святой Библии. Вот мы готовим, я в разных университетах много лет вел занятия. Мы от трех до пяти лет готовим человека. Пятьсот часов полных. Подготовлено. После этого, летом после седьмого июля, вот прошло оно, или если воскресенье, вот нынешний, вот это воскресенье, приезжают люди. У нас собирается церковно-приходской совет, десять человек. И теперь расспрашиваете его. И два учителя у него были эти годы. И они все отвечают, и он отвечает. Готов или нет, проверяют. Да. 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 У нас все отвечают. Да. 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 У нас все отвечают. Да. 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 Батюшка уже решает всем. Человек говорит, я ходил в церковь, пришел, батюшка что-то там читал, я не знаю, рукой вот так вот, по голове хлопнул три раза и говорит, все, ты деньги заплатила, заплатила до этого еще, все, ничего я не была научена, была ли она крещена? Этот вопрос я сейчас буду объяснять. Первое условие научите, второе крестите, слово крестить в греческом языке означает погружать, православная церковь установила каноны, 50 апостольское правило. Если священник крестит нефти погружения вот так вот, его вытряхнуть известно, да будет известно, все, он уже не священник. Это правило. А 84 правило 6 Вселенского собора, на котором было 630 епископов. Что если у тебя нет уверенности, что ты крещен, немало не сомневаясь, прими крещение, да не будешь решен толикой благодати. А вот если священник крестит полным погружением, но без оглашения. К тому же и придем. Написано, многие получают туда на небо мешки совершенно пустые. Это видение такое было, ничему не научено, она не умирает, не научена. Чтобы правильно быть крещеным, три условия. Научите, крестите и третье бесплатно. Сегодня все три нарушаются. Да. О правильном крещении у меня материал в книге к истинному православию. Моя книга. Я 40 лет писала. Я привожу 136 свидетельств. В кавычки. 136. Что нужно быть полное погружение. А священник спорит, у него ни одного нету свидетельства. Кому поверь, нам за того взговоры. Да, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Допустим, у человека спорная земля. Один приходит и говорит, у меня наследственно от родителей. Другой показывает, купил ли. Ответь, ни с чем. Кому судья присутствует? Мы говорим, что я причащаюсь, а теперь как я буду креститься? Неправильно крещено. Это никакой роли не играет. К нам приезжают иеромонахи и крестятся и опять едут и служат. Тех, которые крестят неправильно, они с моим ответом никогда не согласятся. Потому что в этом смертный приговор. Разговор зашел, я обращаюсь в Синод. Вызывайте меня. Вызывайте противников епископа. И давайте судиться перед Богом, пока мы живы. Да, в этом смертный приговор. Да, в этом смертный приговор. Мы говорим, что нам епископ сказал так, вот ладошки достаточно. Я говорю, что на вашей стороне грех? А я тебе закону Владыки не выдаю. Это неравное. Златоуз говорит, что я привел тебе закон неба, а ты мне чужие грехи. Это не одно и то же. Да, да, да. Повторяю. 12.48 Евангелия от Яна. Господь говорит, что я не сужу. Слово моё, которое я говорю, оно будет судить. А если оно будет судить, по нему и надо жить. Да, Роборц Иоанн из Сахаревида метформед Этхавио, Ормус Дан Эйрвец, Эхидар Чанс, Ром, Ме арганщит, Квен Сакциелсо, Арамедиц уплесит, Витганис Чебал. Вот вам ответ. Поэтому к нам приезжают люди с разных сторон. Вот позапрошлом году приехали из Германии креститься. То есть от разных республик, где священники не хотят дать полное крещение. Да. А если человек не знает, как он был крещен в детстве? Да, в детстве. Вот я крещена, я не знаю, с полным погружением. Да, да, да. А в детстве, если человек не знает, как он крещен. Как раз это правило, как они говорили. Допустим, был в детдоме. Младенцами когда были нас, в детстве. Немало не сомневаюсь, что лет не щадит. Потому что, а если оно второе, это тебе не повредит. Но если ты не крещен, ты со небесной можешь не попасть. Тут слишком неравное. Да, да. Там не было крещением, но это было не было крещением. Еще раз повторяю. Тебе дали фантики, я вам объяснял. СМС погасили, дали вместо денег. Ты на завтра пришла, говоришь, мне не заплатили. А как, второй раз получать? Да что ты мне дала? Ты же не деньги дала-то мне. Это обман был. А обман его надо ликвидировать полностью. Ну батюшки вместо вина дали к вас. А он разобрался что будет? Да ничего насчет литургии снова и все. Он не будет дальше служить, потому что переполох. Используйте, пожалуйста, можно. Вот дался коммунистическое время. Я не знаю, я не помню. Маленькая была, меня крестили. Ну я не знаю как. У нас таких людей было очень много. Все до одного сто процентов крестились. И души у всех успокоились. Все. Потому что слишком многое поставлено здесь. Моя будущая жизнь. И доверять об их как не придется. Счастье в том, что вы приходите в таком возрасте, когда запрещали, там чего только у вас не было. Но из воды вы выходите, как сегодня родились. Когда мы людям это доказали, некоторые стали просить принять крещение, чтобы омыть свои там аборты, там что было. Но мы их разузнали. Они были крещены правильные крещения, уже не было одно хущество. Но если сектанты на этот вопрос вам никогда не ответят, то у православных просто. У нас святые отцы. Это 1173 биографии. Мы знаем, что в православных есть старые веры. Они тоже ответят то же самое. И какое различие между нами и староверами? Вы, пожалуйста. Значит, какое различие между староблятцами и православными? Так, староблятцы разделяются на два толка. Одни принимают священство, а другие беспоповцы. Принимают священство. Это австрийская, называемая Велохринская. У них сейчас Корнилий, митрополит Корнилий в Москве. Митрополит Корнилий в Москве. Есть Новозыпковская, у них патриарх Александр. Расколы и два патриарха. Вот это настоящее староблятцы. А у которых нет священства, это раскол называется. Вы думаете, что батюшка ваш самый умный, самый богатый? Но бог так сделал, что без священных этих рук не спастись. И поэтому он для меня самый незаменимый. Я не священник, у меня брат священник протеевей. Без меня легко могут обойтись. Но его нету. Жизнь сразу же начинает идти по-другому. Или приглашаете священника, чтобы патриарх присылал к вам воскресеньем. Или ходите в другие храмы, прищищайтесь. Без церкви нет спасения. Я думаю, что в вашем вопросе было и другое заложено. Я хочу выявить то, что вы не досказали. Я думаю, что мы видим, что в Ротхуинске и Тхуаши, и мы с двумя их. Действительно ли такая вера, что они кресты двумя перстами, а мы тремя? Правильно ли говорят, что они с одной буквы Иисус пишут, а мы с двумя их? Так? Вот так. Я думаю, что они очень интересны. В Ротхуинске и Тхуаши, которые были очень интересны. Они с одной стороны, которые были в Ротхуинске и в Лоцуоле, и в Жуар-Свитере, они были очень интересны. Так вот, с тремя перстами не крестилась Русь, а двумя. Князь Владимир крестил Русь, два перста принесли. Итак, мы лицо Сергия Радомишский? А в 1656 году была реформа Никона. Да, в 1656 году была реформа Никона. А теперь троеперстно молятся святые Игнати Бричининов, Феофан Затворник, Серафим Саровский. И они тоже святые. Поэтому надо знать историю возникновения персосложения. Это биография Милетия. Когда еретикарий стал говорить, что Троицы нет, а Сын Божий тварное существо. Церковь противостала, показав Троицы. Да, он просто и на Вудга, Экклесия, Рудеса, Сман, Ачуэна, Ром, Эст, Орет, Сами, Вис, Нишна, Ачуэна, Биджи, Исгадат, Эрис, Сами, Петсерта, Черт. Его жилье говорит о том, что из руки в это время как молния прошла. Строицы говорят, когда два перста показал. Спорный вопрос мы просто отложим в сторону. Олимпийский Милетия показал, что как молния из перстов изошла. Строицы говорят, что наоборот, когда он два перста показал. Поэтому мы не согласовываем, и мы просто авто ведем. Спорить не будем. Итак, мы с вами начали строить мальчик. Мы проявили как мы с ним наиболее. Чтобы я состоял, что эти пяти 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 с ultimate вenceм, как видят Милетия, Худжий. Ян Матавус говорит, что первые христиане Малерийсиа 1,5. А мы в том, что первые христиане, Малерийские персоны. Спорить нельзя. Выходя на арену, они поднимали перст, какой считается указательный, не написано, так считается. Христос Рыгна, то есть Христос царствует, Бог Единый. Я доказал всем сегодня, вплоть до патриарха, что во всех этих моментах, вы пишите, есть элемент ереси. Да, на кресте, вещественном, деревянном кресте, умирало человечество, но не божество. Божество бесстрастное, оно не может страдать, божество. Бог не может сомневаться, раскаиваться, хотя написано раскаиваться, это образно, антропоморфизм называется, очеловечивание. Хорошо, пока она показывает Троицу, изображает, на кресте Троица не умирала, а мы крест изображаем смерть. Старобрядцы говорят, это вот человечество Христа, указательный, а вот пригнутые средние, это небеса преклонились, чтобы Сын Божий сошел на землю. И поэтому мы боремся против монофилица, монофизица, вот как армяне, что у нас две воли, два естества во Христе, и поэтому двуперстно мы крестимся. Такое они дают объяснение Старобрядцам. Старобрядцы говорят, что мы молимся двуперстно, правильно, а вы, я не неправильно, я им легко это доказал, вы так же не правы, как и мы. Потому что крест вещественный, христовое страдание вещественное, только человечество. А вы говорите небеса, Бог и человек, Бог и человек не страдал. И они впервые начинают задумываться. Если говорить, что он не страдал, Бог не страдал. Он страдал как человек, но не страдал как Бог. Да, да. А вот смотрите теперь. Еще раз повторяю, я православный, я кричусь так, как научен. Два или три не имеет значения, и Церковь сказала, это равно спасительно. Католики молятся так, крестное знамение. Вот так, пять пальцев, с лба на живот, потом слева направо. И они объясняют так. Ты, Господь, шедший с неба, ради меня, умер на кресте. Но гнев пролился на тебя, и ты меня, стоящего на левой стороне, переведи на правую, благодаря твоим пяти ранам на теле, нанесенным тебе. Вот здесь все касается человечества, то есть они правее всех нас. Но я не католик, я так не молюсь, но я должен сознаться, потому что истина дороже всего. Я мусульман, выступаю, когда бываю здесь с неба, сейчас думаю, в Азербайджан поехать. Я должен найти хорошее, которое действительно хорошее. У нас в восьмом классе трудно уже найти девушку. Я спрашиваю, скажите, а у вас процент девственности какой? Они отвечают, сто процентов? Нет. Я про мусульман говорила, про мусульман. Я просто отклоняюсь. Библия написана, если я ее выдал замуж, и окажется к утру, что узнает, что она не девушка, ее обязанность привести к дому отца, но дом не запускать, а ты дома убил. А если была дочь священника, то строже возле дома сжечь ее. Это легкий завет. Выступая в школах, я сказал, если учить это правило, сегодня хоронить некому будет. Я этим не унизил никого, сказал, я знаю статистику просто. Относительно сарабрянцы, это наши законные граждане, засунные братья и сестры, и 5 или 12 миллионов отъявили врагами в один день. Вчера, как мы так молились, а сегодня столик Павелского библиотеки вышел до столя, раскол, кажется, 16 или 17 серий. 24 или 20, да. Мы беседуем так, и в книге брать, у которых священство нет, и написано, иерей глаголит. Спросите, а кто такой иерей? Священник совершает литургию, а у них ее нет, у кого священства, попов нет. А это священство будет до второго славного пришествия, послание апостола Павла Калимфина. Вот на этом, когда мы беседуем, и они принимают, и делаются православными, принимают тогда батюшек. Да, в спорах не старайтесь победить противника, потому что это нам чести не сделает. Мы должны сказать правду. Я преподавал в пяти университетах, десятка школ, во всех отделах милиции, в воинских шестях, на заводах-фабриках, трудно найти дети радиопрограммы регулярно лег. У меня вопросов тысячи, и они отобразились в книгах. У меня знакомая сектанта, она вот так поступает. Как доказать, что они не правы? Я отвечаю. Это нельзя доказать, потому что мы не правы. Попросить прощения и делать правильно. Недавно в интернете я нашел. Вот вы против Латкина, против меня. А он говорит, этих сектантов, костерит, а они его любят. Почему? Они хорошие, они не пьют хорошие семьянины, но у них нет священства. Вот вопрос. И на этом мы тогда беседуем. И тогда они приходят, принимают крещение и делаются православными батюшками. В моем слове многие сектанты стали православными батюшками. Это самое уязвимое место для них. Я хочу, чтобы вы подытожили. Мы говорили сейчас о старообразиях, католиках, мусульманах, сектантах. Вот как нам к ним относиться? Здесь, конечно, мы видели ошибки, здесь их не видели хорошие стороны. Вообще, как к ним относиться? Потому что у нас, значит, здесь человек, католик, враг, все, на порог не пускай, сектант, все. Как здесь, вот именно с любовью, православно, здесь подойти к этому человеку? Я хотел известна вашу вопрос. В итоге, кто-то, который, кто-то сгущенствует, мы сгущены, мы сгущены, мы сгущены, мы сгущены, мы сгущены. Хорошо, я не знаю. Что-то не знаю. Кто-то не длит, мы сгущены. Могу-то не выполняем. Что-то не позволяем. Я иду, я не знаю, что я издруга, создатель Бедетского православного лагеря трудового, первого в Советском Союзе. Если вы им восп� Fatehman Istvik, который стал ассистом, идти к ним. Кстати, все дети были там. Они и дрова пилили, они и ягоди собирали. Все было. Вот о нас прослышали очень далеко, и приехала директор Кэстенского института из Лондона, Ксения Дэнна. Живут профессора психологии. Как в течение одного месяца ребенок наркоман, ребенок, который ничего не понимал, и все становится по-другому. Как это мог? Один месяц. И находят главный директор всего ТРС с большой буквы «Любовь». Это ответ батюшки. У меня есть свои наработки, небольшие. Наработки, то есть я ниоткуда-то не взял, а мое личное. Например, верующий никогда не спорит. Кто не знает истину, то спорит. А знающий ищет? Он возвещает ее. Парисеи спорили со Христом, но нигде не написано, что Христ просто спорил. Или спорили с апостолами, но что апостолы спорили, такого нет нигде. Я знаю истину, я вам сказал. Моевики, как посвятил второго вразумления, прощаются. Да. Знаете, это я вам не закон говорю только, а опыт личный. Знаете, вот мы проехали по Ставрополью и были на родине Горбачева Михаила Сергеевича. Село Привольное. И там все засняли. О нем отзывается очень и очень неодобрительно. А я доказываю, это не выход. Ему примерно 82 года. И мы, объединенные любовью, согласились ежедневно все время молиться о нем. Чтобы он обратился к Богу и покаялся. Там специальный директор музея, библиотекарь. Мы пошли взять справку, что я ей книги подарил. И я ей дорогой говорю, в нем, в его фамилии, мистический смысл заложен. Этого даже компьютеры сделать не могут. Он является избранником Божиим на определенное дело. Когда меня в университетах спрашивают, кто самые известные люди двадцатого столетия в России, я отвечаю Солженицын и Горбачев. Что с Солженицын все соглашаются, а что Горбачев все против. А я говорю, смотрите, первое лицо в государстве был генеральный секретарь партии. Он один. И чтобы в его фамилию заложить в таком порядке, как пойдут первые секретари, а они по одному, это нельзя сделать. Заметьте, вот Горбачев, Кургор, там всякое задание. Б. Брежнев, следующий за ним идет А. Англопов, Ч. Черненко, дальше идет Ельцин. Четыре правителя идут букву в букву, это нельзя составить. А. Англопов, Ч. Черненко, дальше идет Горбачев и Горбачев. Когда мы читаем книгу Иеремии, Господь говорит, скажи помазаннику моему Киру. Книга пророка Иеремии. Господь говорит, скажи помазаннику моему Киру. Помазанник означает Христос по-гречески. А Кир это языческий император, который придет разрушать. А помазанник эсарис? Он на этом Богом помазан. Ты можешь ругать нам уходоносора, а он у Бога возвышен. Был в Греции такой хороший император, Маврикий. Маврикий и Гон, эфтерти императорием. Седьмой век. Но один полковник сумел так поставить, что захватил власть, как Муаммар Каддафи. И он поступил так жестоко, как Ленин. Убил доброго императора Маврикия, жену, сыновей и дочерей всех убил. И всю страну пустил на раскол, как перестройку. И один праздник в пустыне каждый день молился, Господи, за что ты дал такого правителя? Народ весь умирает с голода. И друг Господь ответил, долго я искал, но не нашел хуже. По вашим делам. И он будет перетирать вас, он будет обманывать вас, пока не придете в чувство разума. У него роль такая, роль отведенная ему. Ленин, Сталин, Гитлер даже не изучались бы в утробе матери, если это было бы не по воле Божией. Библия говорит, нет ничего происходящего в мире, что было бы не от Бога допущено. Одно по воле, другое допущено. Я несколько широко ответил, отвечаю на батюшкин еще вопрос, с любовью. Есть такой проповедник у православных, Олег Стиняев. Может кто-то его знает, он часто выступает, это да. Из всех, которые выступают, говорят, там Дмитрий Смирнов, правая рука патриарха Кирилла, там Андрей Кураев, вот Олег Стиняев, высший всех отвечает, он прямо по библи отвечает. Олег Стиняев говорит, ко мне приехал однажды адвентист, седьмого дня. Попросился, а дежурная сказала, да я не знаю что, иди к батюшке. Я говорю, был на втором этаже. Отец Олег настоящий миссионер. Но тут он уставший был и говорит, побеседуем мы завтра, а я тебя много слышал, поэтому приехал побеседовать, адвентист говорит. А Олег Стиняев, он вот такой вот, безразмерный. А в этой вещи я подумал и думаю, не буду есть курочку, которая в холодильнике. В эту вещи она не стала есть курочку. А этому адвентисту говорит, ты иди там вниз в холодильнике, лежит курочка, съешь ее. А адвентист, когда стал православным, он говорит, батюшка, знаешь меня больше всего, что подвигло, курочка твоя? Курочка. А доказательства, а в правоте православия, я потом буду, как говорят, понимать начало. Вот шутка-то какая. У нас бывает так, сейчас закончу. Лагерь для всех, но приезжают дети баптистов, пятидесятников, адвентистов. Но лагерь-то православный, мы все крестимся, батюшка приходит, освящает лагерь. Да, ай-доллаковый там монастырь. Тот же детский имеет бумажную высоту, чего вы знаете, а почему она делает мотовая дешевле? Ну я спросил, как говоришь? Если мы тут вот так вот рукой делаем, и вот так вот говорим, а в другой говорит, вот так вот. Я говорю, вы говорите как умеешь, но только она говорит и будешь вместе с нами. За стол и за столом. Да, да, вместо того, когда вы знаете, что вы думаете, в другом случае, он вот такой, в будущем, что abbадусь с хамьей, Наши дети все играют, а сектантский ребенок один заходит в зал читальный, один читает Библию. Родители приезжают, а родители хорошие, это какая-то новая секта, новая жизнь, даже ниже баптистов еще. А он стоит крестец, они говорят, Юрка, да ты совсем православный стал. Без притеснения, в свободе, в любви. А ребенок и любая душа это очень тонко чувствуют. Давайте перейдем на тему воспитания детей, христианская семья, муж, жена, дети, вдова, больной, отец, мать. Чтобы научиться именно православное воспитание прежде всего в себя и в своей семье. Батюшка, тема очень большая, о нем я хорошо освещен, разреши мне все вопросы. А это большая тема, они прямо описаны у меня. Паспорты. Паспорты. Паспорты, где заложены чипы. Одна часть нашей патриархии и нашей батюшки говорят, что это не проблема, это можно этим пользоваться. Это не значит того, что знак принять антиквиста, а какая-то часть отрекает, что вот, вот, значит, нельзя. Как правильно. Вот у меня новый паспорт. Заграничный. Самый последний модификации. Вот здесь заложены данные, биометрические данные. Это новый паспорт. Кто не видел, на новом показании. Боимся? Вот мы проехали больше Германии, Венгрии, Румынии. И здесь, где представляют. Что такое печать антихриста? И почему она будет дана на чело и на правую руку? Ефрем Сирин, святой отец, отвечает, для того, чтобы человек не мог совершить крестного знамения. Как я? Это пятиятниев. Используя едино и раздельно ненасущных правительств. Счасть старых правителей, но не его тени. Счасть старых правителей, но не его тени. Если антихриста еще нет, то какая печать? Антихрист, когда придет в Иерусалиме, будет отстроен третий Соломонов храм. Но там стоит мечеть. Ее или взорвут, или что-то, и начнут строить. Значит, его еще нет. И потом вопрос о печати. Нужно говорить так, а приближает ли это воцарение антихриста? Вопрос неправильно поставленный. Да, приближают. И вот в Москве есть только один храм, который не принял ИННН. В Москве есть такой храм Христа Спасителя. 200 метров от него на этой стороне. Прямо рядом храм Николы Судотворца на Берсеневке. Там игумен Кирилл Сахаров. Мы давно с ним знакомы, он с ребятишками приезжал ко мне в лагерь. Это единственный храм, который не принял ИННН. Это в центре Москвы. Они мне звонят. Что делать? Урезает одно, другое как? Это не печать антихриста. Но, если можешь, подержись еще. Ты нам пример мужества даешь. А на этом моспортах хорошо говорил Иоанн Кристианкин. Говорил патриарх Алексей Второй. Кирилл, допустим, они могут и не авторитетом, но для нас важны это святые отцы. Если человек не примет начертания это, нельзя будет ни продавать, ни покупать. Из вас кто-то же есть, кто не принял паспорта и ИННН? Однако, если покупайте и продавайте. И этим самым вы опровергаете, что то и не печать. Вот в этом весь ответ. А почему люди говорят? А сатана загружает своим, чтобы не думали о главном, о чем батюшка сказал? Главное, что в человека? Семья, воспитание, детей, спаси свою душу. А здесь все завденье. Начинает валить на ювенальную ситуацию. Вот о чем думать надо. У вас замужья здесь есть, у которых мужья есть? Есть. Выполните одно, жене учить не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. И может быть не все знают Писание, я обращаюсь к священникам. Так говорит Писание? Да. Запомните, это заповедь. Апостол, вам запучить не позволяй. Сколько-то раз учила, умнее его казалось. Теряла спокойствие. Болела даже. Слово сказать, я хочу вам, что если хотите не болеть, то научитесь не говорить. Не. Никогда не противоречь мужу. Не. Не противоречь. Никогда не злись. Не злопамять свою. И во злопамятную подобряется и дьяволу, говорит Златоус. Не злопамять свою. А прощай. Любые люди. Не левнуй. И болезнь начнет тебя стороной обходить. Это у меня наработки есть такие вот. Есть пять Б. Без которых никто не спасется. Давайте попасть. Занимать. Пять Б. Но это по-русски. Бог. Библия. Благовесие. Проповедь. Благовесие. Благословение. Будущее. По-вашему, что-то будет по-другому. Потому что в переводе слова другие буквы вначале имеют. Да. Да. Спасы обидцов. Спасы обидцов. Спасы обидцов. Спасы обидцов. Я просто поделюсь опытом. Вот мы ходим. Прошли мы 56 деревень. Заходя в каждый дом и даря там Евангелие. Согласие администрации в Дом культуры именно стадион собираем людей. И нам говорят, были баптисты, были адвентисты, свидетели Его. Где вы-то православные? Почему вы-то не идете? Уже все растащили. Что-то бывает. Ага. Вы-то не дадите. Кто приходит, всем дарим мы полностью новый заезд Псалтирью. Мы бедные, но мы собираем средства верующие свои. Я даю другой. Покупаем и раздаем. И мы видим плоды. И вот заходишь в дом, жаркая погода. Бабушка лежит одна. Голову поднимет. Бабушка, здравствуй, а почему ты лежишь? Да не могу, что-то. Дочка уехала, сын запился. Мне трудно вставать. Бабушка, ну ты ночью-то вставала? Вставала. А ты знаешь, что президент наш поехал в другую страну? Что патриарх сейчас вот там-то находится и больной? Ты знаешь, нет вашего председателя совета, у которого нужна такая поля сожгли пшеницы? Слышала. Так, почему же ты лежишь, не молишься? Как же ты перед Богом отвечать будешь? У нас на один дом отпущено две минуты, чтобы перейти к другой. Я за две минуты должен успеть ей сказать, бабушка, вставай. Сейчас же будешь молиться. Попробуй, да и коляш, я узнаю. Ты должна молиться. Ты должна заботиться о стране. Пожары, цунами, землетрясения от тебя зависят. Ты мне на работу не ходишь, ты должен молиться. Бог для этого проглевает твою жизнь. Ты должен молиться. Баба с удивлением слушает, она говорит, я никому не нужна. Я говорю, это неправда. Ты Богу нужна, Господь ждет тебя. Ты молитвенная ходатайца. Вставай сейчас же-то. Держу, зашевелилась, поднимается. Да, роды. Мухуцьи Адамияна обзорудовала, что у них не хватает лекарства, денег не хватает, а я в ответ говорю, что я еще не одной таблетки в жизни не съел. Мухуцьи Адамияна обоградь, единственный народ успел в здоровье, не хватает лекарства, где получается лекарство. Чтобы больно, я говорю, что болеет от естественного старения организма. Не надо обращать внимания, завтра будет еще туман и хуже. Я оставляю книги у батюшки, там есть третий том «Открытым оком». Пособие по изучению Евангелия от Марка. Как образовывать общину? Мы собирались раньше, три раза в неделю по два часа. Все работают. Наша община сделалась грозой для всех сектантов. Баптисты подпитку имеют на 80% от православных. Баптисты приглашают к себе приезжающих. Один вышел, я приезжаю, его никто не пригласил. А я стою здесь, я его пригласил. А другие подскакивают, не ходили в православную. Он говорит, вы меня не пригласили, он пригласил. И теперь он постоянно у меня останавливается. Как с ними обращаться, батюшка говорил. Вот так, как Олег Синяев. Не забыть, что у тебя там курочка в холодильнике. Мы собираемся одну неделю изучения Евангелия. Два часа. То сегодня у одного, то у другого. Договариваемся, заранее. Одно занятие шло изучение апокалипсиса. Толкование святых отцов. И третье противосептатское. Мы должны защищать, уметь все то, что защищается. А что не защищается, мы должны сказать. Это не защищается. Все. Противосептантское. Люди, которые не имеют в руках Библию, они считать себя верующими не могут. Они вводят других в заблуждение этим названием, говорит Антон Талус. Иногда меня спрашивают, а что за секрет, что у вас люди обращаются, а мы нет. Секрета никакого нет. Это делаю не я, делает Бог. Написано сеющий, поливающий ничто нуль. А все Бог возвращающий. Но самое главное. И. Как еще вопрос? Некоторые говорят, что надо причащаться почти каждый день. Некоторые надо приготовиться. Вот интервалы между причащщими. Есть учителя, которые учат, нужно причащаться регулярно, даже каждый день. Есть такое правило. Четыре поста есть. Вот в эти посты причащайтесь. Батюшка, я бы отвечал этот вопрос, но у меня все в книгах отвечены. И в книгах, там разбивается на два. Они советуют. Чащие, а потом святые. Другие говорят, как говорит батюшка, тоже святые. Поэтому усмотрите сами за собой. У меня брат 35 лет протоиереи, священник. И он говорит, я знаю таких, которые причащаться готовы каждый день. И почти все бесноватые. Понятно? Что такое? Неприготовленные. И эти люди похуляют таинство. И тому многие больные, говорят, и немало умирают, что они рассуждают о деле Господнем. В этом году мы с вами говорили. И мы с вами хотели бы ответить. Это было в том, что… В этом году он был приняты. В этом году он был приняты. В этом году он был приняты. Совершенность, отчетная работа в периода которая занималась в 18-2014, в этой ситуации, которая занималась в 19-2014 году, после того, как мы, в 19-м году, она не провожает в 19-м году, а также, у нас есть несколько, если вы делали в 19-м, такая речь становится неожиданным. В этом году, у нас в 19-м году, где мы, в 19-м году, Он говорит, что многие больны и немало умирают. Он причащается недостойно. Он недостойно причащается, не рассуждая о теле Господнем. Если бы священники были верующими, имели настоящий страх Божий. Они должны были бы прийти сегодня в больницы, где стационарные больные лежат, и сказать, дорогие, кто из вас причащался? Это я, не разобравшись, допустил, это я положил вас на воду болезни. Недостойно причащался. Златоуст говорит, лучше тело моё отдам псам, собакам, чем тело Господне недостойно причащающемуся. Если бы священник обладал даром разговаривать с мёртвыми, как макари религии, это не то, что он будет какой-то мистикой заниматься, а придя на кладбище заплакал бы и сказал, многие и немало умирают. Вы умрили из-за того, что я недостойно вас причащал. Поэтому священники нуждаются в особой поддержке, чтобы Бог дал им прозрительности. Они видели, такие ли прихожане, как приходят. Здесь Анапаи, годовой приходит Басом с мужем разговаривать. Вот из этого сделаем вывод из себя. Вот эта тема, кто причащается недостойно, для нас очень важна. Потому что даже многие сегодня причастились. И вот когда исповедуются, значит, опять грехи те же самые повторяются. Вот у меня вопрос, вот именно раскрой эту тему. Как кто причащается недостойно? Хорошо. Отвечаю. Я слышал, что он расслышал. Есть архимандрит, отец Ангросий. Он колтайский, ко мне неоднократно приезжал. Я говорю, батюшка, ты исповедуешь людей. Грехи повторяются? Да. Я говорю, ты знаешь, кого напоминаешь? Весной хозяйку, которая приехала с двумя бедрами куриного помета. И в бочке раскручивает это покаяние. А теперь на дно села, это следующее покаяние. И опять ты его раскручиваешь, и опять покаяние. А как его искали? Подожди, подожди. Я сейчас закончу эту мысль. Что покаяние имеет смысл только в том случае, если ты возненавидел грех. Златоуздер сколько раз спал, столько и вставай. Я не поощряю грехам, но чтобы ты не отчаивался. Нил в Сенастике говорится, что грешить дело человеческое. Но отчаиваться дело с ноги. Подожди, она большая тема. Да. Сейгин. Здорово. 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 Галатино. Галатино. Здорово. seguил. И dettag구� 170 левых суток. Прис BS А rubи입就是想 на виде.